РАДИО БОЛТКОМ. ДРУГОЕ РАДИО У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира РАДИО БОЛТКОМ. 672 12 93 9 Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели РАДИО БОЛТКОМ. Олег Пеков в студии. Как вы могли, наверное, уже заметить, последние пять минут в студии Я не один. У нас сегодня в гостях актер театра кино-телевидения, народный артист Российской Федерации Александр Домогаров. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали, привезли Рижанам. Это уже стало, наверное, такой доброй традицией обкатывать на рижской публике премьеры в Театре Моссовета. И это постановка Андрея Сергеевича Кончаловского «Три сестры». Скажите, вот для вас роль Вершинина в «Трех сестрах» вроде бы такого очень затюканного жизнью, очень такого, казалось бы, несчастного глубокой человека. Это для вас что-то новое в вашем, новое амплуа появившееся? Ну, мне не очень понравилось слово «обкатывать». Потому что это не обкатывать, это, в принципе, вчера произошла премьера спектакля. Премьера спектакля, потому что в Москве мы играли два прогона на зрителях, на зрителе, но это были прогоны, так сказать, для, как говорится, для своих папа-мама, мы их называем, да. А это первый спектакль, проданный и являющийся премьерой спектакля. Это раз. И действительно, Рига видела и дядю Ваню до премьеры в Москве, и «Три сестры» до премьеры в Москве. Не официально, а просто премьера в Москве. Поэтому, да, вторая премьера проходит в Риге у Андрея Сергеевича. Что касается Вершинина, тоже не согласен, что этот человек затюканный по жизни, потому что всю жизнь он игрался таким романтическим философом. Великие артисты играли эту роль, считал, и это считается ролью мирового репертуара, и Станиславский, кстати, Сергеевич играл. Конечно, сейчас это со стороны, там, 2014-2013 года кажется несколько странным, такой роскошный человек с усами, с пышными, с ипалетами, которых вообще тогда в то время никто не носил, но почему-то, знаете, Сергеевич подумал, что это будет очень красиво, симпатично, броско и ярко. Почему люблю мастера? Я имею в виду Андрей Сергеевич. Потому что предложена была совершенно другая линия поведения, другой характер. Отталкивались от того, что те тексты, которые написаны в «Трёх сёстрах», они действительно актуальны, но, поймите меня правильно, если это говорить серьёзно, давайте помечтаем о том, что с нами будет лет через 300-400, или через тысячу, ну, грубо говоря, на нас могут посмотреть не очень адекватно. Вот, поэтому мы придумали такой своеобразный характер, который, да, он является философом, но он не является таким сообразным резонёром, потому что это характер, это характер речевой. Мы оттолкнулись от гениев, от Вертинского, который несколько грассировал, и от Италия Яковлевича Вульфа, который мог на любую тему разговаривать. Ему, главное, нужна была тема. Даже не зная ответа, он мог очень долго разговаривать на любую тему. И этот был поток не остановить, потому что пока ему не задавали другой вопрос, даже опять он его не знал, но он опять мог очень долго рассказывать о том, как он держал Мерлин Мануэра на коленях, и рядом с ней стоял длинный высокий человек. Это был Артур Миллер, я его спросил, и так далее. Он мог рассказывать, Италия Яковлевич мог рассказывать какие-то великолепные вещи, которых, может быть, на самом деле нет, но, может быть, они были, никто уже в этом не верил, не понимал, но самое главное, что выслушался этот поток слов, и все ему верили. И мы подумали, что Вершинин отчасти такой. Другое дело, что, конечно, этот человек с Антоном Павловичем не мог писать просто такой вот, сейчас очень банально скажу, болтливый характер, у этого человека есть своя жизнь, свои потайные какие-то вещи, которые его действительно очень волнуют. Я имею в виду Вершинин, что есть две девочки, есть жена, которая не очень здоровая, так скажем, психически. с ним происходит действительно то чувство, которое мы называем любовь, влюбленность, там, как угодно, да, но это чувство, которое его настигает, Вершинин, я имею в виду отношение к Маше, на этом строятся какие-то отношения, и потом этот страшный уход, который у Чехова, в принципе, характеризован пятью-шестью репликами, у этого персонажа, который занимает, там, первые два акта, достаточно весомое положение в пьесе. Опять, почему люблю работать так с автором, потому что, с автором, я имею в виду автором спектакля АЭС, буду так его называть, потому что очень долго, длинные фамилии, Кончаловский, все время говорили. Вот, АЭС на одной из репетиций, он говорит, ну, как ты думаешь, вот, спасибо вам за все, вот фраза, спасибо вам за все, простите мне, если что не так, много, уж очень много я говорил, из-за этого, простите, не поминайте лихом, сколько можно сделать смысловых оценок? Восемь. Я тебе просто теряю, вот, и мы, там, пол-репетиции посвятили тому, что почему этот человек, который достаточно, вот мы уходим, очень легко, ну, как легко, ну, поскольку, ну, такая жизнь, вот мне пора, и часы в руках, и у меня полк ждет, и мне надо идти, батарея уже практически собрана, и вдруг человек говорит, спасибо, вы меня простите, и никуда не уходит, никуда не бежит, хотя весь текст пьесы направлен по действию, ну, грубо говоря, если читать примитивно, то он направлен на уход, а ухода нет, он не уходит, и в этом плане действительно я ценю мастера, потому что открываются, мы с вами вот сейчас говорили за кофем, что открываются новые черты в характерах, которые, может быть, давно известны, да, и мы читаем, я читаю, артист Домогарф, я читаю достаточно банально пьесы, мне действительно нужен режиссер, который мне, со своим мировоззрением, согласны мы с этим мировоззрением, не согласны, это дело десятое, но есть четкое понимание зачем, зачем режиссер берет данную пьесу, и что он хочет мне сказать, я не люблю в театре разгадывать ребусы, я не люблю сидеть и думать, что же мне тут такое навернули, чтобы я хочу сопереживать, переживать, понимать или не понимать, это уже дело моей черепной коробки, а я должен сопереживать, если спектакль дается мне, цепануть, и я говорю, да, я согласен, да, это тот театр, который я люблю. Но ваше сотрудничество с Андреем Сергеевичем началось еще с фильма «Глянец», вот скажите, Кончаловский режиссер кино и Кончаловский режиссер театра, это два разных человека. Очень хорошо, что мы посвятили передачу Андрею Сергеевичу, я могу сказать, я могу сказать, что он, это мое мнение, опять-таки не претендую, нет, 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 я могу долго пылить по этому поводу, мое мнение как артиста, это что, конечно, у Андрея Сергеевича А.С. и спектакли делает, как кинорежиссер. И спектакли он делает, как кинорежиссер, потому что в «Трех сестрах» это было меньше заметно, все-таки театральный, театральный сленг взял свое, но когда репетировали «Дядя Ваню», просто открытым текстом говорилось «Крупный план, общий план, массовка, не привлекайте внимания, сейчас ты вне кадра» и так далее. Сейчас мы как-то избежали этих словосочетаний, мы все-таки больше говорим театральным языком, в смысле «падуга», «кулиса» и так далее, и так далее. Вот. А на «Дяде Ване» было очень много крупных планов, общих планов, массовка, шумовой эффект и так далее, и так далее. И смотрим спектакль, как вы сказали, камера мне за столом, когда кофе пили, а я вам скажу, вы смотрим, как кино. Потому что АЭС владеет вот этой ситуацией, что когда он переключает зону твоего внимания на те вещи, которые в данный момент заслуживают внимания, да, вот именно здесь делается пауза и взгляд твой, естественно, переходит на то, что человек начинает действовать на сцене, он находится в другом углу, и ты сразу переходишь туда, забывая, а действие может идти здесь, но ты понимаешь, а вот это важнее для меня сейчас, а теперь важнее здесь, и в результате все действие происходит везде, оно происходит за главным героем, предположим, там главные герои сидят на скамеечке выяснения, но там тоже жизнь идет, это, так сказать, называемый второй план, да, все планы задействованы, и такая происходит какая-то общая жизнь, вот как у нас жизни происходит, вот сидит человек в наушниках, там что-то ему улыбается, смотрит в монитор, вот мы с вами разговариваем, делаем вид, что я пытаюсь сказать умные мысли, а все, вот там сидят девушки, вот она сейчас, вот все происходит, мы же что-то видим, что-то не видим, что-то замечаем, на чем-то фиксируем внимание, что-то, но вот даже были моменты, когда просто оставалась сцена пустой на какие-то несколько секунд, герои выходили, но мы слышали просто вот продолжение какого-то шума, вот интершума за сценой, и я вдруг уловил себя на мысли, что смотреть даже просто на пустую сцену интересно. А там сидел один человек, который выполнил все функции за нас за всех, оставалась нянька. Да, да, это было. А скажите, вот во всех трех случаях, я обратил внимание на странное совпадение, АЭС доверял вам самое ценное, Юлию Высоцкую, в «Глянце», в «Дяди Ване» и в «Трех сестрах», вот между вашими героями всегда присутствует какое-то вот романтическое отношение. Ну, наверное, доверяет как человеку, я вам очень признателен, Андрей Сергеевич. Ну, да, потому что, не знаю, почему, но так случилось. Я, очень, не люблю слова, очень тяжело со стороны, изнутри видеть результат. Очень тяжело мне было понимание, что Астров превращается из, в принципе, второстепенного героя, потому что есть дядя Ваня, из второстепенного героя в одно из главных, там, действующих лиц пьесы, потому что, опять-таки, сплетение, того, чему я не отдавал отчета, читая пьесу, оказывается, что все слишком завязано. Все слишком завязано в дикий узел, и Соня тоже. Ровно как и здесь появляется человек, который пришел в семью познакомиться, и он в ней остается, за этим происходят какие-то отношения, и ты волей-неволей, я волей-неволей, как артист, вынужден проследить эту линию человека, который пришел, познакомился, остался, прожил достаточно серьезную часть своей жизни, и вынужден, вынужден, повторяю, вынужден уйти. Что же с ним происходит, и что же он делает с тем человеком, которого он вынужден оставить? И где же настоящее для Вершинина, и в этом, наверное, заключается загадка для меня, до сих пор загадка финала, потому что пиши, не забывай, все. Ольга Сергеевна, возьмите ее, я уже опоздал, это последние слова Вершинина, которые меня при прочтении пьесы после театрального института несколько покоробили. Я сказал, что это не мужской поступок, поэтому у нас идет интервью на сцене, на перестановках, я сказал, что трусоват, парень, трусоват, не по нынешней, не по моим меркам, трусоват, трусоват. Вы играете и на пианино по ходу пьесы, я знаю, что вы закончили музыкальную школу, и скажите, вот, что должен вообще уметь актер? Если, я просто читал в одном из интервью, один из ваших любимых актеров Аль Пачино, и он жаловался, он говорил, что в крестном отце, вот, он был совершенно молодой, Коппола говорит, так, сейчас ты танцешь, или ты, извините, я не умею танцевать, ну, хорошо, говоришь по-итальянски, я не умею, да, и потом, что там, ты не умеешь водить машину, что должен уметь актер, по-вашему? Ой, какой страшный вопрос, потому что, что, во-первых, такой актер, и что он должен уметь? Да, поначалу он должен быть белым листом, я так думаю, опыт приходит потом, потом ты смотришь на этих, я их называю, мастодонта для меня, потому что, ну, тяжело, требовать от человека 22 лет, там, или 21 года, Гамлет, ну, тяжело, и я понимаю, что 21 год у тебя слишком много энергии, ты думаешь, что ты все можешь, ничего ты не можешь, потому что еще не понюхал, может быть, кто-то уже и понюхал 21, и такие судьбы есть, но все равно, наверное, в тебе нет опыта, чтобы это, чтобы это, чтобы это, не хочу сказать слово, показать и изложить, хочу, изложить на сцене, показать на сцене, не надо показывать, это тяжелый театр, показ, 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 а, простите за высокопарность, прожить, прожить, если ты болеешь какой-то работой, это называется прожить, и есть такие роли, которые надо проживать, иначе по-другому, они не будут восприниматься зрителем, отскочу сейчас, ну, нельзя не прожить все равно, нельзя не прожить все равно, да, насколько это ты понимаешь, но нельзя прожить трагедию художника, понимаете, нельзя, не прожить трагедию художника, нельзя показать финал, финал такой, чтобы зал, зал бы ухнул, женщины бы заплакали, а может быть и мужики так чуть-чуть, как-то потупились и посупились, внутри себя, и сказали, что-то как-то, как-то надо, надо что-то как-то, как-то, что-то надо в жизни делать, это тяжело, но, но, надо проживать эти вещи, и поэтому, что должен уметь артист, я не знаю, что он должен уметь, сказать все, глупость, ничего он не должен, все уметь, я говорю, я очень завидую в этом плане скрипачам, или музыкантам, да, вот он умеет играть на скрипке, если он это делает хорошо, то именно только это делает, артист у нас катается на коньках, выступает в цирке, жанглирует, и так далее, и так далее, и так далее, это неправильно, нет, для шоу, наверное, это правильно, но, я сам участвовал в передателе, я вел, я не лез в эти, и игрища, в последнем герое, да, игрища, но это, ну да, это, ну, чтобы подстегнуть себя, как человека, что смогу ли я, да, но, не знаю, не знаю, для профессии, это, другое дело, что, например, вот там, от Жени Миронов требовал, Штайн, чтобы он, вот, Штайн хотел, чтобы Гамлет играл на саксофоне, Женька взял там, Евгений взял несколько уроков, там, много уроков, он играл на саксофоне, это я понимаю, вот надо, надо скакать на лошади, да, я ходил, занимался, ничего страшного, в этом нет, и падал, но, по крайней мере, на экране это не выглядело, что меня затолкали в это седло, понимаете, этим надо владеть тогда, и Патчин, как бы не говорил, что он не умеет водить машину, он замечательно ездил, да, и с шоферами, но потом, и замечательно, но это все приходит, это когда надо, а когда это не надо, а я могу, ну, маги. Ну, или, скажем, в Голливуде, там, достаточно хорошо работают за актеров дублеры, каскадеры, то есть там, ну, это объясняется тем, что если актер сломает ногу, то остановка, производства... Ну, это очень дорого, это просто очень дорого, лицо, лицо, оно очень дорого, я имею в виду не физическое лицо, а артист, он дорогой, он делает кассу, да, иногда. Вы очень, достаточно много работали за пределами России, и, в частности, снимались вот и у Ежи Гоффмана, и совсем недавно была картина «Варшавская битва», вы работали вот с польскими режиссерами, даже играли на польском языке. Скажите, вот насколько вот это, изучить язык для того, чтобы играть на сцене, это было для вас сложно, это насколько это был, ну, вот поступок равный тому, чтобы научиться на саксофоне? Это было испытание, да, это было бросание в ум. Вот здесь, наверное, сыграло ретевое, и амбиции «Смогу ли», я и сыграл, наверное, то, что Олег Меньшиков играл в Лондоне с Ванессой Редграфа, и Олег Иванович Янгенковский играл в Париже спектакль. То есть, а почему, а как это, а я там, что же я должен? На самом деле, это колоссальный опыт, это колоссальный опыт, это колоссальная школа. Не знаю, сегодня решился бы я на такой шаг, не знаю. Но вы учили язык, или это было отчасти... Это, во-первых, ну, это было почти три года работы в кинематографе в польском, и как бы там ни было кинематограф, но театр – это театр, и была пьеска под названием «Магбет», не самая легкая, да еще на польском языке, в переводе одного из классиков польской поэзии, и считается, ну, как у нас «Пастернак», у них так считается там, вот, я сейчас не помню, просто у него чей, это был перевод, и первые три спектакля приехал весь польский бомонд смотреть спектакль в Кракове. Это было ужасно, потому что, естественно, кино-кино, а здесь, пожалуйста, театр, и я должен был, должен был говорить на чистейшем польском языке. Хотя все понимали, что это приглашенный артист из России, никакого отношения к Польше он не имеет, и все скидки на то, что я снимался в кино, они не имели ровно никакого значения. Они приехали смотреть театрального артиста, который решился выйти на сцену польского театра в пьесе «Магбет» в польском великолепном переводе. И я могу сказать, что это было чрезвычайно тяжело, потому что в день спектакля я играл два спектакля. Я приходил в театр в 12, мы с моим репетитором проходили весь спектакль от начала до конца с остановками, именно речево, текст, 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 текст. В 4 я уходил домой, благо жил недалеко от театра, в 6 часов я приходил, гримировался, играл спектакль. Так было каждый день, кроме понедельника. Каждый день. Да, наверное, спектакли на 20-м я уже хорошо говорил по-польски. Ну, то есть вы сохранили эти навыки, вы можете общаться на польском, читать на польском языке. Я приехал в Польшу вот полгода назад, поскольку практики нет, как любой язык, если он забывается, но через там 2-3 дня я хотя бы начинаю понимать, я начинаю понимать, о чем говорят. Понимать тонкости языка, а не тонкости языка. А вот заставить опять себя, опять начать говорить, для меня опять проблема, потому что вроде как я понимаю, как собака, а... То есть если бы вас пригласили в Латвию на латышском языке играть, вы бы все-таки... Нет. Нет. Шекспир вот и Чехов вчера прозвучало во многих как раз на этих маленьких интервью, во время смены декораций, сравнивали двух авторов. Насколько их вообще можно сравнивать? Потому что Шекспир, мне кажется, вот это всегда герои действия. Они борются за свое счастье. В пьесах Чехова, мне кажется, по большей части люди отказываются от своего счастья и жертвуют им во благо кого? То есть, казалось бы, два совершенно прямо противоположных. Кто вам ближе? Я не могу сравнить Чехова и Шекспира. У Шекспира открытые страсти. У Шекспира открытые страсти. У Чехова вроде как тоже открытые, но вот чисто в российском изложении. Мы больше думающие над страстью. Нет таких открытых страсти. в выкалывании глаз, понимаете, отрезание голов, как у Магбы-то есть, в его сильнейших трагедиях. Потому что у Чехова комедии. Уже разница в авторах есть немножечко, да? И не знаю, как-то мне в голову не приходило сравнивать Шекспира совершенно другой. Хотя у Андрея Сергеевича была мысль замахнуться на нашего брата Уильяма Шекспира. Опять-таки, на Макбет. Но тоже был интересный ход у него такой. Посмотри театр. Господи, какие-то... Ну, сейчас... Ну, там, кстати, любимого Курасава как раз трон в крови. И, по-моему, по этим мотивам и снял. А ведь у вас, по-моему, тоже вы до этого играли... В 93-м году был фильм «Если бы...» «Если бы знать». «Если бы знать», да. «Если бы знать», где была такая неожиданная трактовка трех сестер. Это снимал режиссер Бланк. Борис Бланк по пьесе Мережко «Если бы знать». Ну, такой парафраз с трём сёстром. Что-то было в этом кино хорошо. По крайней мере, камера была очень красивая. Снимал мой любимый Мухасей, старший Анатолий Михайлович. И предоставлена была роль Солёнова. Сначала я отказался, потому что это была написана роль такого, значит, офицера нетрадиционной ориентации. Но потом всё-таки уговорили и что-то в этой картине мне нравится. Не могу сказать. При том, что она у всех вызвала такую кривоватую усмешку. Господи. Нет. Что-то в этой картине всё-таки было такое правильное. Правильное. О чём, наверное, и АЭС говорил, что вот я хочу, чтобы ты там, когда играешь на пианино, чтобы у тебя была сигарета, вот такой Кисловодск. 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 Пьяные офицеры, когда мир катится в тартарары, эти барышни, которые тоже в разнос идут, и офицеры, которые понимают, что им не выжить в этой ситуации, в этом катке, что их смоет волна, их задавит, сотрёт в этот порошок и уедут в Константинополь и будут влачить жалкое существование с клопами и так далее, и так далее. АЭС провел очень страшную одну, ну не то, что страшную репетицию, вот она у меня врезалась действительно в память. Здесь в Риге, здесь в Риге он начал делать замечания, а нет, в Москве, перед отъездом в Ригу, и мы так все сидели на сцене, все артисты, и он начал замечания, замечания, потом остановился и говорит, значит так, ты, ну ты, нет, тебя сразу стреляют, ну в принципе, да, ты закончишь где-то вот в ближайшие годы, это без вариантов расстрел, сразу практически, сразу расстрел, и так вот он прошелся по всем персонажам, при том, как иногда умеет делать АЭС, не очень эмоционально, так рассуждая над над возможной судьбой, над возможной судьбой персонажа, но указывая пальцем на живого артиста, это было так жутко, это было жутко, если просто на секунду абстрагироваться и так влезть в шкуру вот этого человека, который напротив тебя сидит, а ты пальцем указываешь на него и говоришь, ну да, ты наверное будешь жить в коморке твоей няньки, спившейся, да в принципе тебя и увезут, годов в 36-м, и в общем в результате мы поняли, что из всех действующих персонажей пьесы «Три сестры» кто выживет? Наташа, уедет в Париж и будет трактовать законы бытия и будет говорить, что вот эти все подонки, живущие в России, которые не умеют держать вилку и ложку, вот есть такая волна эмиграции, которая все время говорит, ну вот вы-то вы-то низшее сословие, а мы-то мы, это первая волна эмиграции, господа. Там были великие люди, но вот были и такие, вот были такие Наташи, которые сейчас говорят, что ой, мне с вами так неприятно разговаривать, вы не умеете говорить по-русски. Но вы, кстати, в последнее время везет как-то на исторические фильмы, ведь это был фильм «Царь», опять-таки, такая очень и очень, Басманова очень такая жесткая роль, тоже заставляющая задуматься над судьбой России, и вот сейчас чеховские персонажи, и, кстати, фильм «Варшавская битва» 1920 года, ведь очень такой болезненный, когда заходит речь о разных национальностях, вот всегда возникает какое-то такое напряжение, потому что каждая страна, вот каждый народ издает учебники исторические, где получается, что они, в общем-то, самый миролюбивый народ, все только нападали, а вот если почитать, кто, я не помню, но взял учебники Англии, Франции, Германии, то есть вот Италии, и открыл их, получалось, что никто, вот мы на кого не нападаем, мы только отражали нападение, то есть я думаю, что и в русских учебниках эта история тоже так же написана, как вот такая деликатная тема, все-таки разгрома армии Тухачевского, там не было ли какого-то нового сомнения, что не получится ли фильм каким-то антирусским по духу? Буквально за несколько дней до нашего отъезда в Ригу, парни Ежи приехал в Москву и показывал Варшавскую битву в университете международных отношений или связей, ну в общем, короче говоря, университет международников, там присутствовал ректор института, очень много титулованных педагогов и по картине прошла и начали задавать вопросы. И я смотрел постоянно, вижу, как бедный дядя Ежи, пан Ежи растерялся, потому что все стали говорить, что подождите секунду, подождите, ну вот вы сейчас показываете Ленина, а Троцкий, он так всех долго внимательно слушал, потом переспрашивал, говорит, да нет, поймите, я не хотел показать ни Ленина, ни Троцкого, я хотел показать, вот как, вот есть человек, который ни сном, ни духом, он живет своей жизнью, у него красивая невеста, жена, но вот начинается война, которую в Польше называли войнушечка, ей никто даже не придавал значение, пока не так полилась кровь. называли ее войнушечка, и песенки пели в кабаре, он это показал, войнушечка, это войнушечка, а эта войнушечка унесла сколько жизней, поэтому, он говорит, я не хотел, и я не хочу влезать во все Тухачевские, Троцкие, это мне, мой папа царством невестных говорил, славен будет тот человек, который напишет, славен будет тот человек, который напишет правдивую историю этого кровавого государства, каждое государство имеет темные и светлые страницы своего существования, каждое государство, мы любим об этом говорить, мы не любим об этом говорить, мы начинаем хаять недавнее прошлое, ведь как это может быть, это не нам судить, это не нам судить, мы в этом недавнем прошлом участвовали, так ли, сяк ли, помалкивали, молчали, активно участвовали, Ничего это не решило. Жизнь идёт по какой-то своей спирали, и мы, и те вещи, песчинки, которые этот жернов перерабатывает, он либо это перемалывает в муку и в пыль, либо остаются песчинки, которые где-то застревают, выживают, понимаете? И говорить о том, что кто был прав Тухачевский или Пилсудский, который остановил Тухачевского, и что хотел Тухачевский, и что вообще хотели красные командиры, как это считалось вторжением в Европу, какую цель они глобальную, стратегическую преследовали. Об этом можно только писать книги, догадываться, об этом могут писать философы, рассуждающие на тему О, имея какие-то уже минимальные документы, я так думаю. Ну, вы, в принципе, когда готовитесь к ролям историческим, я знаю, что вы стараетесь читать. Понимаете, читать про эпоху Ивана Грозного, Ключевского, и делать свой вывод о том, кто такой Басманов. Ну да, можно составить свою картинку, но это такое далекое прошлое, и можно представить, как бы можно бы это показать, чтобы это было бы интересно, основываясь на сценарном материале. Вот у тебя там есть восемь сцен, одна самая страшная, да, казнь, и остальное. Но когда ты же начинаешь в этом копаться, почему я, правда, очень люблю там не репетиционный процесс, может быть, хотя вот репетиционный процесс тоже, когда ты начинаешь актерскую профессию, потому что ты начинаешь волей-неволей узнавать то, что в нормальной жизни, ну да, ты прочел книгу, сказал, ну, в принципе, я примерно знаю, что это за человек, и где он, как он существовал, ну, и, в принципе, мне достаточно. Ну, когда ты вдруг понимаешь, что Абасманов-то, правая рука-то, а сынок-то, а сыном убиенный-то, по приказу, это что ж такое-то? И Вань Грозный сказал, сынок, ну-ка иди сюда, папаша твой что-то как-то это, а папаша сказал, ты нас возьми, мы будем, мы, почему вот эти, почему мётлы и собачьи голы, мы псы, мы будем выметать за тобой, да, первое КГБ, как хотите, ФСБ. Ну, тоже, всё то же самое, история повторяется, он Грозный им доверил, Басманов это возглавил, но постепенно тоже пошли, как мы сейчас говорим, перегибы, перегибы, и эти люди стали пользоваться властью, так же прекрасно, как пользуются сейчас, да, почему бы нет? Все сынки известных фамилий всё могли, да, повесил себе метло, и с псиной головой, и я метла, а почему это всё такое, я хочу вот это, ну, и убить его, ну, и сжечь его, нафиг. И я тут же обвинён в государственные изменения, казнён, а всё это моё теперь. Всё то же самое. Ещё ведь одна была роль, которую вы примеряли, я знаю, что на себя, Колчака, ну, вот проект получился, но в другом варианте. Но я читал о том, что вы как раз видели Колчака, вот его драму в том, что он, казалось бы, такой интеллигентный человек, отважный, умный учёный, и становится в конце своей жизни тоже тираном, становится палачом практически. Знаете, все, вот уже, опять-таки, прошло время, мы рассуждаем на эти темы буквально, вот когда мы этим болеем, что мы опаздываем? Не-не-не, ничего. Когда мы этим болеем, и вскрывается какое-то там количество материала, и какие-то вещи ты, может быть, из-за того, что вот он мне был действительно очень симпатичен, Александр Васильевич, но, опять, вот сейчас уже кажется, что, может быть, надо было его и более объёмным делать. Может быть, не всё так уж прям, в этом человеке было так... Так, так, ну, не то, что непросто, а не всё было так... Однозначно, может быть. Ну, нет, однозначно, это понятно, что он не однозначно, не всё так он, как это всё представлялось мне тогда, потому что вскрываются какие-то документы и там какие-то высказывания, которые приходят позже, когда ты начинаешь этим заниматься, и понимаешь, что... Я хотел... Нет, это было интересно показать на личность, на разломе вот этого, вот диком разломе временном. Что можно сделать с человеком, который не хотел, совершенно не хотел, совершенно не хотел. Он был действительно хорошим, не могу сказать великим, хорошим учёным, который пытался понять, почему же льды вот ходят, почему там вот эти разломы, почему эти все у него арктические экспедиции, и он этим занимался серьёзно, пока, наконец, его не вызвали на ковёр в царский... В царскую семью и сказали, будьте любезны, возьмитесь. Он говорит, да нет, я вообще никак не по этому делу. Но поскольку он хороший учёный и с очень точной направленностью, он начал заниматься минным делом. И заминировал чёрный Босфорд так, что до сих пор не могут понять, как он его заминировал. А это же Колчак придумал, все эти линии минирования. Потом, да, а потом происходит сроком что-то, что... Я просто много раз говорил об этом, и говорю, посмотрите фотографии, когда мы этим занимались, посмотрите фотографии на Колчака, посмотрите, вот это, когда он исследователь. Замечательный парень в свитере, с бородкой, с добрыми глазами. Я говорю, вот это Черноморский флот. Уже коротко стриженный. Но ещё вот это, а вот это начальник КВЖД. Передо мной Геббельс. А вот это верховный держатель России. Это страшная фотография. Когда вот так, если вот эти две крайние положить вот так, рядышком, и сказать, это два не то, что разных человек. Такое не может жизнь сделать с человеком, потому что на последней фотографии глаза смотрят туда, в затылок. Он смотрит на камеру, а вот такое ощущение, что он смотрит вот туда. Он не видит ничего. Вот у меня такое ощущение. Меня это настолько поразило, я так хотел это показать. Вот это, что же, как же вот этот человек, вот этот, который говорит, нет собак, собак в нарты, а люди вместо собак, потому что собаки устали. И как этот человек говорит, вы красный за борт? За борт! Даже не только красный, он же там членов учредительного собрания. За борт, за борт, за борт, скидывайте за борт. На нем сотни тысяч людей. Понятно. Ну, значит, если здесь собак жалил 20 лет назад, а сейчас можно сотнями тысяч убивать, что же такое должно произойти? Вот мне что было интересно. Ну, я боюсь, это было бы, наверное, другое кино, и, скорее всего, это бы кино, может, не собрало такую зрительскую аудиторию, хотя, наверняка, оно бы произвело больше впечатлений. Нет, Тимиревская история, она, опять-таки, главенствующая была. Ну, любовь, вот на этом разломе еще, любовь к этой женщине, которой, где, опять, опять такая есть спайка, потому что он ей-то пишет великие слова. То есть, внутри-то он такой, он где-то там еще это есть. Любимая моя, я там, я прошу вас, пожалуйста, я не... Сейчас не помню до слова. А действия такие. А человек творит, как властитель. Вот так. Александр Юрьевич, а вы не думали все-таки в режиссуру податься? Мне кажется, такой вот, ну, когда вы говорите о своих персонажах... Вы знаете, сейчас, если поработав с АЭС, Лундиным и так далее, с Хоффманом, думаешь, Господи, с какой счастью, что тебя берут работать, Александр Юрьевич. Нет, это призвание другого. У меня папа говорил, что ты не весь пространство. Я нетерпелив. Я просто, я не знаю. У меня был опыт такой, когда ребенок учился в школе, и я ставил выпускной спектакль для детей в школе. Когда я понял, что надо, они играли на пятом этаже, ну, в актовый зал всегда в школах на пятом этаже, да. Пройти через зал нельзя, потому что нельзя, там был, там зритель сидел. И я бегал через четвертый этаж, вот так вот. Пока я уже на шестом разе сказал, я больше не могу, я больше не могу, у меня сердце выскакивает. Они же играют, они ничего же остановить нельзя, эта машина-то поехала. Я понимаю АЭС, который сидит в зале, у которого уже в лаке ходят. У нас же есть несколько знаков, у нас есть вот это вот. Это значит быстрее ритм. И говорят, когда не слышно. И в результате я представляю, что вчера было в зале, потому что через каждый, там, на некоторых сценах, через каждую секунду. Нет, нет, это отдельная профессия. Может быть, когда-нибудь, когда меня уже никто не будет снимать, приглашать на роли, буду снимать и ралаш. У нас есть несколько, ну вот здесь даже не вопросы, все-таки я проглядывал одним глазом. В основном, признаются вам в любви, говорят, совершенно гениально сыгран вершинен, ошеломляюще, неожиданно, великолепно и иронично. Огромное вам спасибо, говорят. Спасибо, АЭС. Ну и уже время у нас новостей в студии. Огромное спасибо вам, Александр Юрьевич, за то, что пришли, нашли время. Александр Домогаров был у нас в гостях. До свидания. Спасибо вам, до свидания.